Золотые звезды Героев Труда. Их сегодня на торжественной церемонии в Кремле вручил Владимир Путин. Тем, кто достиг выдающихся результатов в своей сфере. Лауреатов пятеро. Кто они? Узнаем нашего корреспондента Ивана Прозорова. Он в прямом эфире. Иван, вам слово. Валерия, здравствуйте. Ну что ж, награда относительно новая. Президент учредил ее в 2013 году. Теперь это вторая по значимости госнаграда после Героя России. Ну, звание Герой Труда России за это время удостоились всего лишь 27 человек. Сегодня в Кремле пятерка тех, кто всю жизнь посвятил любимому делу. Россия всегда славилась своими талантами. Рука об руку с ним идут и трудолюбие, целеустремленность, ответственность. А самые трудные, казалось бы, недостижимые вершины покоряются, когда к ним присоединяются искренние стремления приносить пользу ради общего дела, ради Родины. Как бы ни менялись времена, именно эти качества помогали и помогают нашим соотечественникам добиваться ярких, значительных результатов в самых разных сферах деятельности. Именно такими людьми была, есть и будет богата наша страна. Сегодняшние лауреаты – лучшее тому подтверждение. Итак, среди лауреатов. Генеральный директор Тула Машзавода Евгений Дронов. Он прошел путь от мастера цеха до руководителя предприятия, которое укрепляет оборонный щит России. А также самый титулованный тренер мира Николай Карполь. В представлении он не нуждается. Человек-легенда. Почти полвека руководит волейбольным клубом «Уралочка». Не могу не поблагодарить коллектив предприятия, многотысячный коллектив предприятия, который в лихие 90-е годы поверил мне, поверил той программе, которая была отработана и сегодня выполнена, которая позволила заводу подняться с колен и сегодня выполнять все задачи, которые необходимо решать по обороноспособности нашей страны. Я руковожу клубом 49 лет. 30 из них я руководил одновременно сборными командами Советского Союза и России. Многие десятки их завоевали звание олимпийских чемпионов, чемпионов мира. Но у каждой из них был тот, кто привел за руку в школу, в детскую школу. И нужно работать с ними. И я очень благодарен и им, и этим девушкам, а им особенно благодарен за то, что они воспитали мне такое пополнение. Еще одна звезда героя труда руководителю Ленкома Марку Захарова. Впрочем, героем для своих подопечных он стал давно в Кремль. Поддержать его пришли звезды Ленкома. 40 с лишним лет я руковожу театром Ленком. И за 40 лет у нас не было никаких чрезвычайных происшествий. Мы жили дружно, весело, интенсивно и временами талантливо. Мы и дальше постараемся вносить культурные ценности в нашу великую культуру, в наше великое Отечество. Я хотел бы оттолкнуться от того, что было сказано Марку Матвеевичу, и сказать, что я считаю, что вся ваша жизнь состоит из чрезвычайных происшествий. Вся, причем всех наших сегодня награжденных. Потому что каждый день, каждый день вы совершаете поступки, которые лежат в основе общего успеха и вашего личного, ваших команд, ваших бригад и всей страны. Свой вклад в успех страны внес Александр Куличенко, проходчик подземной шахты Талдинская, Западная-2 из Кузбасса. А также профессор Галина Савельева, пятая награжденная, ученый с мировым именем, своей жизненно посвятила изучению проблем акушерства и гинекологии. После награждения был традиционный бокал шампанского с президентом. И Владимир Путин отметил, что у каждого из них свой особый путь, но объединяет их одно. В общем, довольно простой подход. Они не останавливаются на достигнутом, постоянно ставят новые задачи и идут к новым победам. Валерия. Иван Прозоров. О торжественной церемонии в Кремле Владимир Путин вручил золотые звезды Героев Труда.